С начала полномасштабной войны России против Украины Пекин официально не занимал чёткой позиции относительно поддержки какой-либо из сторон. Но это не помешало Китаю активизировать своё партнёрство с Москвой с момента начала второжения, помогая РФ обходить санкции. По информации аналитиков, в 2023-м торговля двух стран достигла рекордных 240 миллиардов долларов. Как утверждают в самом Китае, страна не стремилась извлечь выгоду от войны в Украине. «Мы активно работали над продвижением переговоров о мире и политическом урегулировании. Китай не является ни тем, кто создал украинский кризис, ни его участником. Мы никогда не искали и не будем искать корыстных выгод от этой войны». Мао Нин – представитель Министерства иностранных дел Китая на пресс-конференции. Как утверждают эксперты, Китай считает войну России против Украины якобы глобальным противостоянием Москвы и Запада. Согласно их анализу, Пекину не выгоден масштабный конфликт, поскольку он ставит под угрозу международную торговлю, которая играет колоссальную роль в политике Китая. По мнению экспертов, именно на этот аспект стоит воздействовать, чтобы Пекин отказался от сотрудничества с Москвой. «Эскалация войны между Россией и Украиной не отвечает интересам Китая. И вот тут надо использовать пинг-понг – одна из любимых игр Китая. Вы против эскалации войны? Окей? Кто сейчас проводит эскалацию войны? Россия. От России исходит эскалация войны. Поэтому влияйте на Россию, влияйте на Путина. Если вы будете поддерживать Россию, то в итоге вы сами проиграете. Если вы хотите активно, масштабно торговать США и Европой, воздержитесь от поддержки военного промышленного комплекса России». По данным агентства Bloomberg, Вашингтон имеет эффективные рычаги влияния на Пекин, поскольку китайская экономика сейчас нестабильна. Одним из таких рычагов воздействия является возможность американского казначейства перекрыть доступ к долларам США, что представляет собой серьёзную угрозу для любого международного банка. Также штаты более жёстко заявляют о санкциях против Китая из-за поддержки российского ВПК. «Я подчёркиваю, что компании, в том числе из КНР, не должны оказывать материальную поддержку в войне России. Если они это сделают, то столкнутся с серьёзными последствиями. И я также хочу отметить, что банки, которые содействуют крупным трансакциям по товарам военного или двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, могут оказаться в санкционном списке США». Напомним, ранее президент Джо Байден подписал указ, который ужесточает санкции в отношении финансовых учреждений, сотрудничающих с Россией. По информации Reuters, это существенно ударило по торговле Китая и России. В частности, Москва сталкивается с задержкой платежей за нефть и топливо, так как банки Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов ужесточили контроль по соблюдению санкций США.